Всем огромный привет, доброе утро! Сегодня я хочу снять для вас видео обзор на мужской продукт на самом деле. Просто его очень многие блогеры рекомендуют в качестве праймера для лица. Речь сегодня пойдет о бальзаме после бритья мужском от Невея для чувствительного типа кожи. И здесь аж 100 грамм. Я хочу сделать такой обзор, как бы ревью и нанести на половину лица именно его, а на вторую половину лица буду носить другое средство, то есть другой праймер, обычный праймер, предназначенный который для девушек. Дело в том, что многие западные блогеры ютюба рекомендуют это средство именно в качестве праймера. И здесь в составе на первом месте содержится глицерин. И глицерин помогает держать макияж в течение дня и помогает косметике не скатываться. А вот сегодня мы проверим, как будет вести себя та половина лица, на которой будет Невея и та, на которой будет обычный праймер. На левую сторону лица буду носить вот это средство, а сюда обычный праймер от Миша, который кстати стоит в 2, может быть даже в 3 раза дороже. И посмотрим действительно ли это супер средство и смогу ли я в конце видео сделать выводы и рекомендовать его вам в качестве такого вот бюджетного и супер классного средства, который держит макияж в течение всего дня. Так, сейчас я буду наносить сюда Невея, покажу вам консистенцию, по-моему она такая достаточно жидкая, да. Вот вы видите, какая консистенция у средства. Наношу. У этого праймера более такая силиконовая консистенция от Миша и наношу его на правую половину лица. Итак, после нанесения двух праймеров Невея сюда, Миша сюда, я дала немного времени, 5 минут буквально, как бы остыть на лице средством, чтобы они впитались. И первое впечатление у меня такое, что Миша, праймер, он дает более такое свечение лицу, придает. Этот же сделал лицо от Невея бальзам, более матовым лицо сделал. Вот, так что сейчас посмотрим, буду наносить тональное средство, это у меня новинка, метеориты от Герлен в жидком виде, называются они Baby Glow и оттенок у меня третий, Medium. Наносить средство буду с помощью спонжика, бьюти спонжика от Real Techniques. Итак, я нанесла тональное средство и вот такой результат. В принципе, похоже, что как будто бы я наносила один и тот же праймер. Посмотрим, как будет вести себя косметика в течение дня на левой и на правой стороне лица. Сейчас я сделаю остальной макияж и вернусь к вам. Итак, так выглядит макияж законченный. Накрасила ресницы, губы и немного нанесла бронзера сегодня. Румяна не наносила. Вернусь к вам через несколько часов и посмотрим, как будет вести себя макияж на каждой стороне лица. Итак, уже прошло 5 часов и сейчас мы гуляем. Вот, вы можете видеть, не знаю, надеюсь, что вам видно. Я спросила у своей мамы, у своего мужа, у своей свекрови, на какой стороне макияж выглядит свежее. И только мой муж сказал, что одинаково, остальные сказали, что на левой стороне он держится, ну, как бы свежее смотрится. Так что, не знаю, видно вам или нет. И еще раз включусь через 3 часа, наверное, и посмотрим, как будет держаться макияж уже в конце дня. Итак, хочу закончить это видео. Сегодня уже пришло, наверное, больше 9 часов. Вот с момента того, как я записывала утром. И могу увидеть результат, что макияж на левой стороне лица продержался дольше. В том плане, что, например, бронзер, который я наносила, он никуда не исчез. С этой же стороны, где был праймер от Миши, он немного подстерся. Вот, не припудривалось я специально в течение дня. И можно видеть, что появился небольшой жирный блеск на лице. Вот, с обеих сторон. Но в плане стойкости косметики, средство от Невея мне понравилось больше. Поэтому я могу рекомендовать его вам. И надеюсь, что вам полезно было такое видео посмотреть. Спасибо большое за просмотр. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok